Добрый день! Мы начинаем игру «Что, где, когда?» посвященной Великой Отечественной войне. В нашей игре сегодня участвуют три команды. Команда 8-го А, 8-го Б и 8-го И. Поприветствуем друг друга! Сегодня в 21-й школе по проекту Жены с благотворительного фонда Самрук Казына, город Астана, мы проводим мероприятие, которое посвящено Великой Отечественной войне. Это интеллектуальная игра «Что, где, когда?», где участвуют восьмые классы и не только участвуют, также труженики тыла военных лет, ветераны войны Великой Отечественной, именно которые участвовали в боевых действиях. Задаются каверзные вопросы, которые касаются они не как по учебнику, это может быть не обязательно какие-то даты и так далее. Это как раз-таки интересные вопросы, жизненные, которые как раз касаются Великой Отечественной войны. Мероприятие проходит в дружественной, очень яркой атмосфере. Оно проходит по мотивам «Что, где, когда?» интеллектуальной игры, но немножко такое своеобразное, адаптированное как раз-таки для школьников среднего звена. Я думаю, что очень весело. Все, может быть, где-то покажется, что это шумно, и где-то кто-то кричит и перебивает, но зато у ребят очень большой отзыв об этой игре. Почему? Потому что, когда они участвуют совместно с ветеранами, с тружениками тыла, когда, может быть, где-то в каких-то моментах они им подсказывают и радуются вместе с ними, это производит более яркий эффект и более такой эффект запоминающийся. Потому что война, как многие говорят, говорят, у войны не женское лицо. А я вообще считаю, что у войны нет никакого лица, потому что война откладывает отпечаток абсолютно на всех. Потому что она затрагивает всегда и всех. Она затрагивает и детей, она затрагивает и женщин, она затрагивает и мужчин, она затрагивает весь земной шар. И я, вот мы как-то считали, даже с ребятами, был такой конкурс, и мы считали, сколько будет минут молчания, если взять по каждому погибшему, ну вот в Великой Отечественной войне, мы только её рассматривали. Вы не поверите, мир будет молчать 32 года. 32 года молчания по каждому погибшему в этой войне. Это очень много. Сосчитать это невозможно. И объять разумом это тоже невозможно.